Всем привет! Вы слышите мини-лика второго, который ведет Алексея Халецкого к доминации в Сейдмэйр Сивилизайшн 6 Газелин Сторм за Эфиопию на уровне сложности божество. Рекомендую перейти к первой серии, если вы случайно наткнулись, потому что это все-таки уже практически концовка. Ссылка на первую серию в описании есть, и в верхнем правом углу ссылка появляется. Ну и спонсоры канала все серии видят сразу. Ну а для всех остальных давайте приятного продолжения просмотра. И я думаю, мы этого великого ученого пропустим, потому что у нас технологии информационной эры осталось, по-моему, три штуки, причем две из которых ускорены уже. Нет, одна ускорена, но все равно три штуки, нафига мне этот ученый? Пускай какой-нибудь другой берет. Вот, тем более, вот тут скоро Нубия должна взять. Там, может быть, что-нибудь на улетание будет. Так, ядерку я запустил, не успел прошлым ходом, к сожалению, не доехал танк. Давайте, кстати, мы сразу еще один купим, наверное. У меня веры дофига... Вот это мне нравится, кстати. Вот в чем мне Эфиопия нравится, что тут действительно дофига веры, и это не особо... Так, Тарс я заберу, наверное, к Пасаргадам. Я вообще в Пасаргады тоже планирую ядерку запупырить. Так, давайте тут смотреть, что у нас в Сидеинге. Шпион, подрыв плотины, вербовка партизан, хищение... Ну, партизан нет, давайте, 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 давайте куда-нибудь в Нубии. Есть в Нубии какие-нибудь города, где можно партизан? Ну, хотя вот еще Данго... Ой, Данго... Дамба Валькуру. Туда отправлю. Так, тут лечимся. Ну, давайте. Не знаю. Ладно, подъеду. Так, по Пасаргадам дам, но я, наверное, в Пасаргады тоже ядерку брошу. О, караванчик. Не, ладно, караванчик мы, наверное, броненосцем заберем. Так, господи, он этим флотоводцем тут уже фиг знает, сколько плавает. Так, караваны мы будем из, наверное, Десса, Хоррера и Одиссабебы. Хотя, знаете что, мне, наверное, в Лолибелле тоже надо... Тут неплохое производство. Тут тоже надо космопорт ставить. Причем вот здесь. Не знаю, почему эта клетка относится к Дессе. Ну, так сказать, Скотт надо передать Газаргаму, потому что для Десса это четвертый радиус. Он просто не обрабатывается даже. Так, что у нас тут еще нет технологии. Давайте попробуем какую-нибудь теху похитить. А, стоп, а тут нету. Блин, это втекали. Перебраться. Зачем я сюда отправил? Я просто увидел, что это столица. Мы тут даже не можем теху украсить. Прикольно, Майя в столице не построила... Кампус. Зашибись. А, кстати, у нас мы можем сейчас улучшить герметический орден до конца. Открывается в эпоху атома. Открывает городской проект оккультные исследования, которые на время действия производят золото, а после завершения получаете очки великих людей и науку за каждую... лей-линию в городе. Ну, это, конечно, говнина полная. Я просто... Вот, ачивку получил какую-то. Давайте посмотрим, что там за оккультные... Ну, у меня просто одна линия. Одна. Где у нас этот проект? Вот, оккультные исследования. 8 ходов. Дает науке за каждую лей-линию. Сколько надо, даст мне одну науку или что? Очки великого ученого, торговца, инженера. Вообще, конечно, в принципе, это прикольно, но появилось-то слишком поздно. То есть мне вот уже сейчас особо очки эти... Ну, как бы... Я что-то ученых пропускаю. В общем... Конечно, с тайным обществом в этой партии как-то все очень странно получилось. Мне... Я, по-моему, особо бонусов от этого не получил. Я, конечно, взял не то общество, которое хотел, но мне просто не дали взять то общество. В этом и прикол. Поэтому, ну, как бы... Я вот про это и говорил, что эти тайные общества очень случайные, очень рандомные. Ты не можешь из-за них стратегию какую-то планировать. Тут и так вообще в Циве довольно много рандомного, начиная от места и появления ресурсов. Но это еще вообще просто тотальный рандом какой-то. Ладно, давайте пока следующие гранты в Адисаб... Хотя, может... Ну, блин, 8... Оно еще и 8 ходов делается, прикиньте. Я просто быстрее тут в космос улечу, мне кажется. Хотя... Ну, давайте в Адисабеве проведем это оккультное исследование. И просто посмотрим, что за оно. Давайте. Я за 8 ходов, у меня еще последний проект не закончится. Ой, в Маскате канализацию сделал. Единственный город у меня с канализацией. Так, пригород я вроде тут делал. Да, делал промышленную зону. Наверное, уже нафиг надо. Давайте чисто. Хотя ядерку... Не, 8 ходов много, ладно. О, мне кажется, тут убьют, да. Ну, кстати, со Швецией можно мир заключить. Мне кажется, и с Майя можно... Я буду со всеми мир заключил. О! Франция готова 58 денег в ход платить за мир. По-моему... По-моему... Хорошее предложение. Я тут как раз Перса дозабираю. Не-не, вот... Он готов 192 монеты в ход. Но, пожалуй, нет. О, Нубия 49 монет. С Нубием вообще даже не воевали. Ну, в смысле, никаких столкновений не было, но она готова заплатить. Даже Майя готова заплатить 68 монет в ход. Отлично. В общем, тотальная доминация. Эпоха там и началась. Давайте я за себя, чтобы меньше генерировал. Население за ход тоже за себя готов. Нормально. У меня нет никаких проблем с лояльностью на моем отдельном континенте. Два очка дипломатической победы тоже за себя. И Нобелевская премия по литературе. Итог. Сто процентов больше за Австралию. Двадцать процентов прироста Нубия. Дипломатическая победа Кирт. Кого скоро не будет. 50 процентов туризма, 5 процентов культуры. Ну, наверное, культура тоже уже не нужна. Надо миссу тут менять. Я думаю, что нет. Так, Тарс. Захвачен. Сейчас будут захвачены по Саргады. А члены атомка не построилась. Блин, а в Хоррере почему-то атомка не достроилась. Это странно. Ну, следующим ходом она, конечно, достроится. Так. Блин, сфигами кампус. Серьезно. Я уже тут даже, наверное, никакие проекты не успею провести. Так. Ну, давайте Пингалу. По космической гонке. Хотя тоже уже бессмысленно, потому что я сейчас заканчиваю предпоследний проект, а последний, когда открою, на него есть великий человек, на самом деле. Кажется, ядерный синтез сутки надо, а потом робота. Так, блин, чушь, друзья. Улучшение уровня. О, а что, у меня лян? Выгнали из Одисабебы. Кто посмел и когда? Я это дело пропустил. Почему я не могу атаковать? Что за бред? С Персией война есть. Что за новые глюки? Не, серьезно, почему я не могу атаковать? Он же не уто... Эта территория не утонула. Я вообще, я вообще не могу... Нет, сюда я могу... А-а-а, стояночка. Это не юниты Перса, блин. Это юниты Майя. Сорян. Так. Ну, видимо, я тут туда постою. Достреливает. Блин, мне кажется, я по Саргаду должен взять вообще даже без атомки. Так что я атомку буду куда-то сюда лучше бросать. Даже не этот танк умрет. Ну, потому что тут загрязнение. Так. Подкрадываемся. О! Линус. Линкор. Смолея не воюет, да? Так. Из Аксума тоже в ДСЦ. Из ДСЦ отправляем на максимум по производству. Панама. Я думал, как это мой город какой-то будет более максимально, как Панама. Это неплохо. Так, втекали. А, нечего красить. Все. Я что, уже первый по техам? Ну, да. О, слушай, так вот Майя аж пятый только. Это мне в Нубию надо вообще отправлять пацанов. Ошибочка, ребята, извините. Тебе в керму теперь переться. Так, представляю, такой разведчик приезжает в город Майя. И ему сразу телеграфируют. Из... Шпионского агентства, или как это назвать? Министерство шпионажа Эфиопии телеграфирует. Блин, что-то перепутали. Тебе в Нубию надо ехать, а не... В протекторат Майя. Он такой, ё-моё, ну вы достали. Опять билет на пароход. Там вот этой морской болезнью болеть. Ну, такой мрак. Ну, тут мне нечего строить. Строителя построим. Зато Колизей захватил. Ой, там как чего-то шпиона в тюрьму. Ну-ка. Великой Колумбийской империи. Ах ты. Боливар, боливар. Реактивный истребитель, ракетный крейсер. Синтетическая технократия. Принимать ли мне синтетическую технократию? Я думаю, да. Потому что оно на проекты 30% даёт. А это как раз вопрос строительства... Космического корабля. Так, теократическое расследование не надо. Демократическое наследие надо. Республиканское наследие, наверное, нет. Шпион. Зачем вообще посмотрим, что я тут возьму. Строительство чудес света, довольство. Ну, кстати, центр коммерции гавани плюс 100% можно. Там всё-таки у меня верфи будут больше производства давать. Всё, вот это остальное гавнина. Гавнина, гавнина. Все юниты получают тоже... Ну, уголь. Да, вот это, наверное, надо посадить. У меня в минус пошло вообще уже. Ну, я очень много там электричества сейчас жгу. Несомненно. Так, ну, наверное, и поставлю. Хотя, что вот лучше? Республиканское наследие или... Гражданский авторитет. С двумя и более повышениями. Нет, наверное, всё-таки Республиканское наследие вообще на все города будет действовать. Ну, что, есть атомка? Есть атомка. Ну, по саргады я сейчас захвачу. И так, наверное. Раз. Блин, а что это майя тут обставила? А, ну я сейчас этим захвачу. Отлично. Так. Наверное, в спарду ровно в Эйфелеву башню надо ядерку пупырить. Построили какую-то фигню, да? А даже не построили, они её ещё строят. И тут прям в Эйфелеву башню. Хрена! Бедный перс. Всем его вообще не жалко. Сам нарывался. Чуть саргады затопит. Нормальненько. Вообще без алюминия в этой игре. Просто без алюминия. Просто-просто-просто-просто-просто-просто-просто. Без алюминия. Не хотел железную дорогу построить. В итоге просто захватил её. Высокоскоростная железная дорога по саргады Тарс. Маншоу. О! Какой-то он этот. Прям армада... Армада линкоров. Так, Дессы у нас. Производство Анкарват. Не, Кали давайте. Тут у нас понижает шпионов на... Один. И во время контрразведки. О, у нас чисто контрразведчик такой будет. Один. А этот у нас... Хищение средств. Его партизан. Подрыв плотины. Вот я ради плотины, собственно, его сюда и отправил. Так, всё. Со скаутами. Закончим разговор. Морской порт. Аквариум. Хоррери ядерка. Ну, давайте ещё ядерку. Не вижу причин не строить ядерки. И дальше валим в управление будущего. Ну, перц виноват только в том, что он на отдельном континенте сюда вживёт. Я хочу быть островной империей. На белых подводных лодках плавать. По океанам. По-моему, мне кто-то разграбил караваны только что. Варвары. А кто в Колумбии... О, знаменитые колумбийские лыжные курорты. Кто в Колумбии вызвал варваров, блин? Такие-то караваны бегали. Так, тут лечимся. Тут добиваем армаду. До спарды, наверное, танчик не доедет, да? А почему я в прошлым ходом не ходил? Он же... Я ж не захватывал по саргады танчикам. Так, очередная тупочка. Так, так, так. Ну да, на подлодке туда ввести. Что тут уже? А нафига, интересно, перс? Вот тут еще построил канал. Блин, такой... Долго вот это оплывать. Давайте тут канал построим. Да, и вот... Ну, в Тарсе еще тут канал понятен. Тут хотя бы город не на море, типа, чтобы... Хотя, конечно, у него вообще-то гавань есть. То есть, если у него строится флот, то гавань как бы... Флот в гавани и появляется. Зачем-то тут опять же канал непонятно. Я просто не вижу, что сразу гавань есть. Да... Строительство каналов. Непреодолимое желание строить каналы. Как вам жилой массив на Уране? Там такие... Обогащенные ребята будут жить. Я понимаю, случайно построили, не знаю, что там Уран. Я все понимаю. Все понимаю. Мышеша. Надо так ребенка назвать. Мышеша. Красивое имя. Мышеша. В Нубию, в Нубию, в Нубию, в Нубию. Так, а этот у нас контрразведчик. Вот сволочь, там колумбиец хотел мне космопорт разрушить. Прикиньте. Нормальный вообще? Так, мне два каравана разрушили. Я могу их просто покупать, видимо. Ощущения технологии. Блин, и тут ничего, прикиньте. Сорвать. Ладно, давайте губернатора тогда. Я хотел посмотреть... Прогресс. Так, ну я первый, конечно, запустил, но... А мониторы и Мали? Нубия и Мали уже вблизи, чтобы запустить. Тоже спутник. Миссию на луну, точнее. Блин, жалко, конечно, что я сейчас не мог взять, чтобы мне не грабили... Не грабили... Караваны. Что-то плохо там, что у колумбийца какие-то тюрки с варварами. Очень мне это не нравится. Да ты надоел. Как бы так сказать, что... Вот почему я не могу ему сказать, я хочу, чтобы ты был уничтожен. У тебя не было, и что он просто ко мне не был... Он понял, что я отмороженный. На, прочее, просто ко мне не обращался. Невозможно почему-то. Еще один минус в шестой цели. Ой. Хабуб. Высокая стена песка, заметно издалека. Задив, и люди разбегаются по домам, ища укрыть все эти стихии. Мне тут хабуб пришел, ребят. Йоп, колония на Марсе. Так. О, умные материалы. Отлично. А вот эти как открыть? Либо марсианские поселения, либо улучшенный ИИ. Ладно, пока умные материалы откроем. Мне надо ускорять путь. Полетик мой. Ну, я даже не знаю. Мет, 10 послов. Ну, давайте в Митлу. Как бы... Так, в Гонконг вот тут добьем. Но оно не... Понимаете, оно не влияет на... Видите, смотрите, чудес зданий и районов. Оно не влияет на проекты. То есть это мне не поможет быстрее улететь. Я поэтому в Митлу кину, потому что оно позволит мне быстрее открыть, возможно, техи. Это да. Блин, шо ж тут? Как-то вот этот... Вот эта фигня не очень тут удачно началась. Блин, ну, спарты. Я, наверное, Экботаной уже не буду заниматься. Я чисто вот этот континент персидский захвачу и успокоюсь. Так, из Дессы в Куэнку. Что он тут вообще строит? Ну, давайте... Робота может 4 ходят. Хотя там один ход уже умный вытянут. Давайте я робота куплю. Мне как-то производство не надо для... Я просто великого человека использую еще. Хотя к концу игры, наконец-то, до Кахмера могу управлять караваны. Ну, Кахмер молодец. Вот мне тут больше всех Кахмер, кстати, нравится. Тут он отбивался от нескольких просто цивилизаций, которому все войну объявили. Только я был его союзником. Ладно, ядерку начну устроить. А он следующим ходом переключу на... И тут давайте ядерку. Все, весь уран использован. О, постою. По-моему, не до... Хотя вы к ботане. Пошли к ботанам напрягать. Сказать, что тут не должно вроде больше быть флота у перса, но увидела к ботану. Вот это, конечно, песчаная буря не в тему началась. Очень не в тему. Слушайте, а может мне тут космопорты тоже построить? космопорт шестьдесят четыре семьдесят девять. Давайте, наверное, тут космопорт. Ну, чем больше космопортов, тем быстрее улетим. Только из этого соображения. Так, в Гондоре шестьдесят четыре Карере построен. В Аксуме. Восемьдесят восемь. Ага, тут космопорт негде. В Микеле шестьдесят один это мало. Тридцать восемь, сорок шесть, восемьдесят пять. Вот тут я бы космопортик организовал. Кстати, что по великим людям. Туризм. Здание одно удовольство. Это, кстати, интересно. Одно удовольство. Неплохо. Что-то я даже не помню такого инженера. То есть, здания этого района дают плюс одно удовольство. Я так понимаю, что каждое здание это, видимо, три удовольства. Это вообще зашибись. Это вообще крутой инженер. Кстати, на последнюю стадию. Я его куплю сейчас следующим ходом. За веру, наверное. О, рок пошел. Блин, убили армию. Фу, мая даже посольство прям отправляет. Турция меня осуждает. Чувак. На пол экрана от меня где-то осуждение мне бросает. Катастрофическое извержение. Ух ты, ну там нормально вообще так, да. Так. Межпланетную экспедицию отправляем в Дессен. Все, полетело. Не, ну тут я впереди, конечно. Мне только осталось найти ускорялки. Я надеюсь, что они должны где-то тут быть. Странно, а почему не хватает? Ну вот это странно, почему не хватает. Ладно. Давайте тогда в Северские Гранды проведем. Хотя, слушайте, я этим роботом могу к ботану вполне захватить. Так что поплывем к ней. О, мы его захватили тоже. Так, давайте в Балхе еще Танчик прикупим. Блин, а тут линкоры клепает этот. А, еще у него сранка на побережье. Вообще, конечно, в некотором смысле такая война... То есть персы должны очень удивляться. Почему Филопы нас так хотят неистово уничтожить? Что мы им сделали? Просто, понимаете, что-то мы не любим персов. Какое-то такое отношение. Прокачивать этого шпиона. Так, аквариум. Центр водных видов спорта. Кстати, тут тоже центр водных видов спорта можно сделать. Так, отлично. О, уголек капает. Я хотел посетить, потом концерты проводят. Ну, меня только, конечно, грек скорее волнует. Из всех, кто может концерты проводить. Но, тем не менее. Смотрим, хопа. Это Стас Михайлов в концерте проводит. В Циву даже пробрался. Ну, да, судя по всему. Или Симон Боливар, кстати. Это что-то тоже дофига туризма. Да, блин, я же стрелял вроде. Ну, все, вот это сдохнет сейчас. Класс. А нет, не сдохнет. Я успел убрать загрязнение. Отлично. Так. Так, так, так. Не знаю, что я мог, что хочу повышать. Ну, давайте Рейну. Так, а где там вот эти оккультные? О, следующим ходом. Оккультные исследования. Прям, прям даже не знаю, что ж мне дадут. Я здесь хотя бы покажу, что дадут, чтобы я понимал весь масштаб. Танечка пока не хватает. Так. Так. звук вот это звук просто от запуска атомной подводной лодки окажется что это ядерная ракета полетела что-то губернатора нету но охренеть да блин ладно все дингу обратно что-то как-то нубия вообще особо знаете как будто не развиты но выглядит как офигительно развита и все равно что какой-то 5 караван поломали это город так захватил наверно город ладно давайте в одесса baby купим торговца так много торговцев то может разграбили чё-то стран подозрительно давайте робота или не давайте эти проекты для мне у тех же роботы вообще не с кем особо биться давайте армию сделаем да могу там еще поторговаться я думаю что это мне все нафиг уже надо честно говоря почему мне обстреливает вот этого линкором бы сейчас приплыву и твоим линкором башни повырываю так я надеюсь мы открыли ускорен не открыли да серьезно что вот это открыть надо но вы прикалываетесь вообще просто да у меня цель чтобы до конца игры перса на карте не было какую-то жгучую ненависть к нему испытываю не знаю почему необъяснимо ну и что мне это дало инженер ну кстати этого инженера я бы взял там следующего 100 процентов о можно проекты теперь читать на инженеров кстати но я дерку доделал ну видимо пора запускать наверно бы к ботану как раз я захвачу мне вот в кампус лисица хочу оставить лисички ни в чем не виноваты пускай живут да люди тут кардушку и ракеты пуляют еще одна ядерка есть вау ну она полетит наверное в городе а не долетает ну тогда пока никуда не полетит мы просто подплывем может строители построил я думал уже до конца игры ничего тут не построю торговец аэродром в тушпе необходимый аэродром аэродром фига и все дингу обратно я просто думал наверное уже по дамба обратно отремонтирована, нифига. Мне, я вот реально не понимаю, почему компьютер к концу игры просто такое ощущение, как будто бросает играть. То есть, ну, смотрите, у него такая же наука была примерно в середине игры. Почему я смог до тысячи раскачать, а при том, что я особо кампус это, я бы не строил прям во всех городах кампуса даже. А он со всеми бонусами у него какие-то 226. Ну, что это? Почему так? Это в каждой партии такое происходит. То есть, в какой-то момент ты просто понимаешь, что ты победил, потому что у компьютера просто больше нету развития никакого. В какой-то момент останавливается такой, ну, все. Хотя, в принципе, конечно, тут вот, ну, запуски происходят, но тут понятно просто из-за такой науки, что я намного быстрее в ускорение выйду. Поэтому и возникают такие, ну, странно. Странно. То есть, как бы, ну, я не вижу, вот, я перса только в конце игры захватываю. То есть, я не скажу, что я как-то там уселился за счет какой-то страны. Кхмер, например, даже по городам больше выглядит от меня. Я не понимаю. Подождите, а он что, не на... Блин, серьезно, он на... развлекательные комплексы? Блин. Какой хреновый инженер. Ну, и нафига я его взял? Ну, ладно, нормальный, чтобы быстрее здесь плюс 100% получить, на самом деле. Нормально. Так, вообще, надо отсюда выйти, а то умрет у меня этот парень. так, итак, мы сейчас очередную ядерку или линкор, да, не будем линкор убивать, я хочу ядерку бахнуть. Гордиан я добью РСЗОшками, а это, видите, ядеркой. Так, в Шахры Кумисе купим танчик для захвата Гордиана. Блин, мне так прикалывается. Я хотел, чтобы он тут появился, он же не добежит, да, за один ход до Гордиана? И до Зранки. А, до Зранки добежит, значит, Зранку будем захватывать этим танком. Слушайте, это, смотрите, это этот проводит концерты. Хотел сказать, Ганнибал Барка почему-то. Боже, как его зовут-то? Так с головы вылетело вообще. Да хорре. Симон Боливар. Убила мне РСЗОшка, тварь. Да хорре меня осуждают. Я понимаю, что ядерки бросаю в Персию вообще. Непонятно почему. Я даже не могу мировому сообществу объяснить почему. Ну, я же добрый. Я на ядерках пишу в Персию с добром. Так. Какая жопа. Слушайте, я вот все последние прохождения, вот эта последняя эпоха будущего, вот именно всегда вот так выглядит. У меня такое ощущение, что у них тут какой-то рандом сломался, и он всегда ускорялки вот в этой техе. Они же обещали, что они будут как-то рандомно там делаться. Все, Гордиан последний последний город Перса. Так, а где тут линкор? В общем-то. А, вот он. Окей, сейчас добьем. Так, Гондор, Гондор нет. Давайте из Анкобера отправим. Тринадцать послов, блин. Тринадцать даже. Куда их отправлять? Ну, может, Вавилон дают науку за артефакт. Ну, кстати, за артефакт. Давайте засоюзим. Чуть больше. Вот, тысяча. Ну, как чуть больше. На сто науки больше стало, кстати. Митла. Город растет. Вообще нафиг надо. Фес. Ну, это я уже использовал. Блин, куда еще девять? Ну, давайте. Тут последний уровень. Тут последний. Тут последний. Вот так сделаем. Брюссель на чудеса. Буэн-Ис-Айрес. Вроде как счастье дает, но на самом деле не работала эта фигня. Ладно, оставлю пока послов. Просто, чтобы не выбирать, что там строить, уже поставил... Ой, мне надо... Мне надо союз продлить с Колумбией, потому что я кучу производства от этого имею. Какой мир? Хватит. Один город остался. Почему-то они не сделают... Типа, мы вам передаем... Вы нас победили, вот вам последний город, и я ухожу с мировой сцены. Нет, он почему-то мир посылает. Вот, серьезно. Вот не хватает... Вот этого нету ощущения. Даже в четвертой циве была вот эта механика вассалитета. Когда проигрываешь, ты становишься вассалом. И ты получал от этого вассала ресурсы определенные. Тебе надо было, блин, все города... Вот эта идея захватить все города, это такая тупая. Я уже молчу о том, что, опять же, возвращаясь к четвертой циве. В четвертой циве, если ты захватывал города, то жители там оставались той цивилизацией, которую ты захватывал. То есть тут вот, например, в Спарде, 95% персы. И постепенно они превращались уже в твою цивилизацию. И пока они не превратились, там, в определенное количество людей могли тут восстания бывать, неспокойство. Вот это вот. Это же логично. Так, союз с Боливаром. Давайте... Слушайте, Боливар вообще ни с кем не дружит, кроме меня. Так... Так... Просто максимальная торговля. Так, не добегает. Так, тут у нас подъезжает робот. Добьем линкор. Перс еще все свои города затопил. Придурок. Так, в Валибеле я достроил космопорт. Не знаю, давайте логистику промышленной зоны пока. Центр водных видов спорта. Давайте хлебы и зрелищ. Ремонт внешних укреплений. Продолжаю ветряки ставить. Ну, это энергия. Это все энергия, которой у меня постоянно не хватает. Вот по какой причине, например, опять же, выше Цива ставит вот этот торговый путь вместо этого? То есть, я отсортировал по производству. Тут одинаково 10-10. Но этот торговый путь, у него круче деньги, больше веры, еще и науку будет давать. То есть, он по всем остальным параметрам круче, чем этот. То есть, разработчики Цивы даже не смогли обычное сравнение параметров поставить, чтобы вот игрок... в Циве в 6-й тебе надо постоянно проверять, что игра тебя не обманывает. Вот в этом прикол. Вот это больше всего раздражает. Что игра не предлагает тебе худший вариант. Типа, ну, это вопрос интерфейса обычного. Интерфейс должен быть удобен для игрока, то есть, он должен продумать вот свои стратегические действия, а не сидеть и смотреть, что игра ему предлагает хуже торговый путь, отсортированный по производству, там, по деньгам, почему угодно, чем есть на самом деле. Бред полный. Не знаю, что там против Нубии, конечно, делаю тут. Даже никто еще нанотехнологии не открыл. там Симон Боливар, конечно, постоянно какие-то концерты валит. ну, тут шанс. Вообще, 313 это Перикол, то есть, хотя и Перикол 311 то, у кого столько культур, а, это я, блин, ну, у меня, короче, дофига культуры. Ботану утрачивает лояльность, все надо да, давайте сюда Виктора пересадим. Конечно, тайные сообщества в моей этой игре вообще мало что сыграли. Я уже так буду постепенно подводить итоги. Я хочу сказать, что Эфиопия очень приятная цивилизация. Она, я не скажу, что она очень крутая, что она оп, но за нее просто приятно играть. И тут явно мне не надо было священные места вообще строить. Да, Нивус Перс. Я хотел его уничтожить, я его уничтожил. Не надо было за Эфиопию можно священные места не строить вообще. ей религия в принципе не нужна. Мне кажется, она, это лучшая цивилизация сейчас получается для победы культурой. Потому что ты можешь сосредоточиться тупо на строительстве театральных площадей. Какую-то науку ты будешь получать от веры, потому что там 15% от веры для городов строящихся на холме. Ну да, ты можешь отставать, потому что ты не будешь эти компуса вначале строить, но в принципе ты не так сильно отстанешь, чтобы совсем уже проигрывать. При этом у тебя будет куча театральных площадей культуры, ты сможешь сосредоточиться именно на тех чудесах, на тех районах, то, что тебе будет давать туризм в будущем, плюс ты можешь археологические музеи все построить за веру. Еще плюс к этому. И веру у тебя капать будет вообще офигительно. Ты построил археологические музеи, и у тебя будет еще впереди куча веры, чтобы... Вот, нафига я робота строил? Куда мне его использовать? Пошли арму, что ли, захватим? Блин, 108, я думаю, все равно захватим. У тебя будет достаточно веры, чтобы рок группы покупать. Вообще без проблем. Выглядит, ну, то есть, знаете, как если другие будут пытаться через туризм, им все равно надо компуса по-любому строить, они могут начать отставать, то у Эфиопии за счет того, что у нее вера капает просто от ресурсов, в этом плане нету слабого места. Ну, естественно, в дипломатическом, в правительственной площади надо обязательно вторым зданием строить часовню великого магистра, чтобы за веру покупать юнит. То есть, если кто-то решит в возрождении, там, в средневековье на вас нападать, то, в принципе, у вас будет вера отбиться от этого всего. Так, почему я тут не могу выбрать деятельность? тут чувак цивилизацию уничтожил ядерными ракетами полностью. Давайте у него дань потребуем. Хорошая идея такой, весь бундесрат Швеции проголосовал за отличная идея. А у нас есть ядерный ракет? Нет, у нас нету, но мы с него дань потребуем. Ну, это я потому, что уничтожил персию, меня сейчас все будут осуждать. О, вот ускорялка, один ход остался до ускорялки, слава богу. сто процентов космической гонки. Анубия взяла того? А, это был последний ученый, ну, блин. Ну и ладно. Сколько уже ходов пролетела моя эта штука? полечимся тут строителем пока так уже семь лет пролетело кстати, то есть сейчас следующим ходом будет восемь. Я еще тут ускоряну, я думаю, два-три хода осталось, да? По идее. так, андис обеба три, каррер раз, два, три, бессе, раз, два, три, лалибелла, раз, два, три, ванкобаре еще строится, в Вадеграде, три, так, больше вроде меня, а, еще в этом, в Аксуме, а, тут у меня нету космопорта, ничего себе, у него места не было, ясно. Все понятно, все, вопрос не имею будет, извините, пожалуйста, тебе просто спросить. общаюсь с компьютером. Да, надо наказать Мали за захват города-государства, ну, мы же улетаем на другую планету, там, Бион Торс, протекторатковит и вот это вот все. Торговец, шпион. Шпион, торговец. хлеб и зрелищ. Просто, чтобы уже не обращаться к этим, давайте улавливать углерод по максимуму. Ну, а что он там в атмосфере? Ремонт, ремонт, ремонт. Стоим. Сто процентов. Что тут? Тырим деньги. Какие гопники. А, тут я хотел арму. Лучше так сделаем. Я могу прыгнуть туда? не могу. А, что я походил уже? Ну, просто ради ради фана. Почему они не могли несколько вот этих наводий сделать? Почему одна и та же? Вот так реально напрягает через некоторое время. то есть они сделали для каждой цивилизации темы в разных для разной эпохи. Я все сюда вброшу, а сюда все в плюс наоборот. В разных эпохах, то есть сколько цивилизации 50 или 40 эпох штук допускай 6-7 писать сколько музыкальных тем. Но для рок-групп, которые играют миллион раз в течение партии, они сделали только одну тему, которая начинает подбешивать уже очень быстро. оккультные исследования. О, кстати, вот в этом хорошая тема, ты можешь поставить эти оккультные исследования и больше тебя город не беспокоит. сколько мы уже улетели? 9 ходов. 9 световых лет, точнее, не 9 ходов, 9 световых лет. Один урон нанесли ровно. У меня, кажется, тоже не особо арму тут. Ну, я побольше, чем один. Так, теперь сколько? 15. Ну что, следующим ходом будет конец. блин, я там хотел купить еще караваны, еще три каравана. Ух ты, как я меня осуждаю. Блин, мы с тобой всю игру были союзниками, да и грек тоже, я тебе помогал в войне. Нет, ты не помогал, это он мне помогал. Вру. Ладно, но все равно мы вместе прошли сквозь эту игру, и он в конце решил меня осуществить, когда я уже улетаю с этой негостеприимной планеты. о, там в Эль-Куру случайно не ядерку кто-то бросил. Сейчас выглядит, ну смотрите, Эль-Куру просто полный, о, все, покеда. Покеда, негостеприимный мир, ну, победа за Эфиопию. Я хочу сказать, что мне вот постоянно в шестой цели и непонятно, почему в один момент другие цивилизации просто начинают отставать по развитию. Я понимаю, я еще понимаю, когда ты обыгрываешь компьютер в войне, то есть вот продумать на самом деле движение этих юнитов в таких условиях с кучей правил это довольно сложно, то есть нарисовать вот эту, спрограммировать их действия. Но почему в развитии они начинают так сильно отставать в какой-то момент, мне непонятно. Ну и конечно эти тайны общества очень случайная штука в моем представлении. Возможно это неплохая сверху надстройка, но она очень случайная. В моем случае ну что я много бонусов от этого получил? Нет по-моему. А Эфиопия приятная, приятная цивилизация, за нее просто приятно, что не надо особо париться по поводу веры, она у тебя будет просто капать от ресурсов вокруг города. И то я играл на стандартных ресурсах, не на изобильных, просто на стандартных вполне достаточно. Тем более, что у меня еще не очень с местом повезло, мне не так много холмов было, как хотелось бы и гор. тут я конечно вот, вот в этот момент, что происходит с компьютерными игроками в этот момент? Почему вот я туда улетаю, а они вот тут остаются? Потому что я даже по-моему не был, я был союзником только ФЕС, одного научного города государства, остальные они союзили. Непонятно, даже по-моему по культуре там грека догнал. Где культура? Во. Ну нет, вру, не догнал. Ну тоже нормально. Кто так по культуре ломанул кир, что ли? Да. А не кир, не кир, извините, кхмер, кхмер, ну несколько одинаковых букв есть. Ладно, на этом все. Спасибо, что смотрели вот такая новая цивилизация, вот такие тайные общества. Ваши впечатления, как всегда, жду в комментариях. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. субтитры